Сынок, Матвей. Ну ладно, не видит. Короче, Марусь тут нашла листву. Кто-то для гербарина. Да-да, кто-то собирал себе. В общем, кленовые листья кто-то себе собирал. И Маруся теперь решила для аутфита себе снять такое, знаете, какого-то. В замедленном действии там листочки такие падают, падают, падают. В общем, красиво, модненько так. Все, снимаю. Марусь, ты вся в кадре. А нужно, чтобы поближе было, видно? Ты вся в кадре как раз вот, как надо. Давай. Давай. Случилось, Марусь вот собирает их заново теперь. Давай, еще раз. А я сейчас, типа, как во влог снимаю. Хорошо, я потом вырежу. Вырежешь потом как надо? Давай так. Что, беззаботная сделка? Давай, нормально. Давай. А тут что-то некрасиво как-то, блин. Что-то вообще не туда, Марусь. Так, а вы куда пошли? Здесь нельзя ходить. Маленький мальчик. Такой сладкий, да. Ну так он смотрит, как родители. Такой сладкий. Как это сказать, да? Как это сказать? Покультурнее. Снимают влоги? Будь здоров, мой хороший. Марусь. Да. А ты сзади очень красивая. А спереди не можешь? А спереди прям вообще бомба. Да. Прям модель. Марусь, откуда у тебя кеда, скажи? Зара. Ты же долго несложни. Зара? А не, Масиму Дути, по-моему, Масиму Дути. Масиму Дути, это уже лучше. Получше, да? Ну, мне не балансы. Ну, я такой попсовый чувак. Скажи, что они про мои лодыжки. Тебе не нравятся, когда они открыты? Да, мне очень не нравится, когда у тебя открыты лодыжки. Покажи, как мне не нравится, как у тебя открыты лодыжки. Как? А, как тебе? Ну, что-то какой-то фон у тебя сзади не очень. Почему не очень? Матвей, сынок. Ты мой сладненький. Ой, не очень лист, вообще не очень. Ты мой мальчик, да? Хороший даже. Нет, в рот его не надо. Не надо. Ой, нет, аккуратно. Масимний Матвей. Нет, не бери, не бери в рот. Ой, очень-очень. Все, выкину. Молодец. Пошли. Пошли дальше. Теплицы запотели. Потому что там тепло. Тепло. Ты видишь, что туда невозможно зайти? Мне кажется, да. Да? Посмотри, щавель можно сорвать. Лук. Не, не нужно. Домой не надо? Палец убери вон тот вот. Все, брала. Да, вот, молодец. Ку-ку. Ну, встань с этой стороны давай. Какой это вообще, командир? Мы же гуляем, Марусь. Гуляем. Да. В прошлом году мы хотели... Я твои замечательные... Ладно. В прошлом году мы хотели купить муфточку для... Для рук. Для рук, да. Чтобы зимой было тепло гулять. Ну, такая, надевается на ручку коляски. Ты на ручки вставляешь, и тепло. Вот. Марусь очень хотела ее купить, а я что-то настоял, что она нам не нужна. Вот. Так всегда. Ну, да, периодически так бывает. Поэтому вот смотрите, какая у нас муфта теперь. Вот такая замечательная. Да, очень тепло, кстати, и практично. Она ведь реально нужна. Да, и очень сложно ее забыть. Короче, сейчас она не продается нигде, ни в одном магазине, ни на Дбугабу. Зря я тебя послушала. У меня нормальная муфта. Да нет, холодно же. Мы приехали, да, приехали покушать. Разбудили Москве. Снимаешь влог, когда у меня ужасная прическа. Да. Ничего страшного. Кто ноги на стол положил? Ням, 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 покачивай. Типа я такая не вижу. Давай вот так. Марусь, включи образ. Молодец. Ты сахарок положил? Да, с пенкой. С пенкой? Это ты плюнул? Как думаете, на что похожего? Ложишь, что делать? Смотри. Мы полетели, полетели на головку. Сели. И макароны со сливками. Мы сытые и довольные. Продолжаем свою прогулку. Идем за бургером. Ты серьезно еще будешь в бургере? Не знаю. Расскажите, кто из вас злой, когда голодный? Я? Нет. А Маруся, да. Да, прям можно определить, когда я зла, я, значит, голодная. Но иногда бывают исключения в путешествиях, типа, она терпит. Ну что, бургер пойдешь есть? Не знаю, пока. Нет? Блин, а если брать, то его надо сейчас заказывать, да, чтобы пока пройтись и дождаться. Лучшие бургеры. Правда, мы еще не были в бургерной Тимоти, а просто километровой очереди. Кто, Зубастик? Ты куда? Ну ты куда, Мать? Ну поиграйся сам. Поиграйся. Ой, Зубастик. Зубастик. Матенька, Матвейка. Матвешка. Да, Матвешка, покажешь твои любимые игрушки? Покажешь нам? Вот так вот у нас здесь ползает он. Мы решили не покупать манеж, потому что он очень маленький, соответственно, ему неудобно ползать. Поэтому купили такой надувной бассейн, положили туда коверы и вот тут у нас он ползает. Да, Мать? Покажем любимые книжки свои, давай. Ой, да. Сейчас мы с Матвейкой покажем вам наши любимые книжки. Матвей, покажешь свои любимые книжки, да? Давай начнем сначала вот с этих. Это вот такая целая серия книг. Называется «Мои первые слова. Фрукты, ягоды, овощи». У нас, по-моему, еще что-то есть тут с тобой, Мать. Есть что-то? По-моему, еще что-то есть. Давай посмотрим. Да, животные. Очень классные книжки. Здесь очень большие картинки. Очень удобно малышу все показывать. Зайцы, здесь коровы. Все, все, все. Вау, ты чего падаешь, Матька? Ты чего падаешь? Аккуратно. Так, давай сложим эти наши книжечки сюда. Вот, такие книжки Матвейка любит. Также очень классная серия книг, которые называются, даже не знаю как, вот здесь написано «Мои любимые животные», здесь «Мои домашние животные». Фишка в том, что все эти книжки, они тактильные, то есть можно потрогать. Вот, жираф такой вот мягенький, да, зебра, барашек. Давай откроем, Мать, покажем, что там за книжки. Давай посмотрим. Вот, и, соответственно, здесь несколько книжек. Вот, допустим, «Животные и саванны». И тоже, опять же, такие тактильные вставочки. Жираф, кто там у нас еще, леопард. Короче, ему очень интересно все это трогать, щупать, да, Мать? Хочешь потрогать? Посмотрите, здесь кролик, и прям вот как шерстка у кролика. Моченька, ты любишь трогать их? Да, очень любит. Я ему показываю, говорю, кто это, а он так пальчиком с вами трогает. То есть, соответственно, такие вот у нас книжечки здесь есть. Их, по-моему, четыре штучки. И «Мои любимые домашние животные». Тоже здесь четыре книжечки. И вот точно такая же серия еще есть книжка, которая называется «Зоопарк». По-моему, та же самая серия. Вот, здесь тоже очень все классно, тоже можно все потрогать. Да, Мать, тебе нравится? Я вам так быстренько покажу, пролистаю. Мать, давай покажем. Вот, аккуратненько. И здесь тоже, соответственно, разные вставочки интересные. Здесь все двигается. Да, давай, Мать, посмотрим. Тоже все двигается так интересно. Короче, малышу здорово и интересно все это трогать. Здесь вот так вот открывается все. Матфея, хочешь потрогать? Потрогай. Давай, открой. Вот, как интересно. Да, как интересно все трогать, только не оторви. Также классная книжка, но мне кажется, это уже на постарше. Может быть, когда ему будет годик. Хотя я ему показываю все это. Цвета и чихла. Здесь все по цветам. Посмотрите. Красный, желтый, зеленый. И я ему показываю и, соответственно, называю. Тут яблочко, попугай. И он все, я думаю, запоминает. И также мне очень нравится серия книг. Наверное, Азбукварик называется. Соответственно, Моти все это нравится. Здесь говорящие стишки. То есть ты открываешь, вот так вот нажимаешь кнопочку. Я люблю свою лошадку. Причешу ей шерстку. И он слушает. Да? Нравится? Вообще у нас очень много книг. Поэтому, если вам интересно, напишите. Возможно, я сниму отдельное видео о детских книжках. А также, что касается игрушек. У нас есть любимая игрушка. Это вот такой вот, кто это, я не знаю, собачка, да, наверное. Он поет разные песенки. Такой обучающий щеночек. Мы постоянно его включаем. Просто как фон его включаем. Не знаю, у кого-нибудь он есть. Скажите, как он вам. А что касается вот этого вот жирафика Софи, то он его совершенно почему-то не любит. С детства не полюбил, да, Матвей? Скажи. Дурацкий он какой-то. Что это у нас еще любишь? А, самая любимая его игрушка. Вообще, я бы в жизни не догадалась. Нам ее подарили. Но сама бы я точно бы не купила. Это вот такой вот пластмассовый слон. Вообще, как по мне, ничего интересного. Но он просто его обожает. Я сажаю его утром. И он занимается им, наверное, на полчаса. Достает вот этого слона. Вот эту вот голову его. Трясет вот эту вот пластмассу. Бьет ей. Грызет. Да. Вот эти вот мягкие штучки он, правда, выкидывает. Все здесь так двигается. Короче, самая любимая его игрушка. Вот он может так полчаса сидеть. Трогать. Ну, наверное, вы поняли, да? Вот она, любовь его. Самое главное. И также супер классный такой вот кубик. Я его выключила, но он такой весь звонкий. Здесь все открывается, шевелится. Соответственно, когда ты шевелишь все, то появляются разные звуки интересные, мелодии. Смотрите, все здесь вертится, крутится. Моте это очень нравится. Я думаю, что многим детишкам это понравится. Поэтому присмотритесь тоже. Также любит телефон вот этот вот, который мигает и со звуками. Короче, он любит разные такие звонкие игрушки. О, включила все. Да, Моте? Ну, что ты нам расскажешь? Что ты нам расскажешь? Как у тебя дела? Давай, сделай так. Сделай так, Моте. Давай. И хочу вам показать такой вот классного зверька. Это пандочка. И это просто отличный подарок. Если вы не знаете, что подарить человеку, либо у него совершенно все есть. Эту пандочку можно использовать как держатель для книг, для дверей. И вообще можно просто поставить на какое-нибудь видное место. и она будет украшать вашу комнату, например. И называет этот зверек, вернее бренд называется Зуни. Вот так вот. Я, кстати, оставлю вам обязательно ссылочку на этот сайт. И всегда он меня радует, когда я прохожу мимо. У них там огромное количество разных зверьков. Не только, конечно, панды. Мне почему-то она больше всех понравилась. Посмотрите, какая она милая. Прям такая мимими. Может, расскажи, куда ты приехала? Кофеёк попить приехала. Кофеёк попить? Коинт. Наше новое место. Машина. Раскрываем все. Таня, привет. Ой, не подпуходим. Это не реклама, правда. Бомба. Машин банановый кекс. Покажись, какой он хочет. И мы сейчас ждём кофеёк и ром. Вот он какой молодой мальчик. А кто мать у нас? Антоныч. Антоныч. Скажи, привет. А ещё Маруси пришли чехлы. С Китая. С Китая, да. В Гонконге. Для iPhone 6s. На Маруси модно. И у меня теперь iPhone 7. И чехлы не подходят. Я заказывала для семёрки. Семёрка же, да, или 7s? Семёрка. Там было написано, что они подходят. Но они вообще не подходят. Камеру закрывают. Вообще не подходят. Но он такой милый. Посмотрите. Причём я заказала штук 7. И ни один не подойдёт. Кому нужно, пишите. Да. Продам задорого. Да? Смотри, покажи звук. Четыре. А ты что такое? Давай, давай. Хажите звук. Эээээ. Ох, мальчик. А что такое? А что такое? Кто тебе не нравится? Ты сладкий ребенок. Что-то он хоть не доводен. Что-то мне нравится. Распутили его. Это опять мы? Нам принесли кофеёк. Марусь, расскажи, что у тебя? Это что? Розовая пятка. А куда носок делся? Ну кофе-то расскажи. Потому что мы носок потеряли. А, вот. Это цитрус веран. Такой он беленький. Понятно. У меня просто капучино. Я не знаю, как вам интересно это подать. Капучино. Капучино. Ой, там это мой порез. Принесли наш ролл с курицей. Вы же должны знать, что мы кушаем. Вам интересно, что мы кушаем? Там курицу, помидоры, листья салата, огурцы и какой-то вкусный соус. Капучино. Банан, какао. Знаете, я могу ханибани сделать. С чем? Вы прочитали банан и какао. Ханибани, да. А если с манной? А с манной у нас есть. Ваааа. Ты чё не улыбаешься? Ты чё не улыбаешься? Что у вас и свеженькая оставалась? Да, он чё-то уснул. Смотрите, какая ужасная погода. Снег, как дождь. И его надо перекладывать. Потому что мы уже, наверное, час гуляли, он не спал и отдохнул. Давай-ка мы будем лучше выкладывать его. Ты чё такой вредный? Ты чё такой вредный? Ты чё такой вредный? Потому что гуляли-гуляли час. Там ты не спал. Сейчас ты тоже не спишь. Чего тебе не нравится? Куртку я тоже сняла. Да. Вот такая вот у нас погода. Мне, честно, вообще не нравится. Одно дело, когда идёт снежок нормальный, сухой. Другое дело, когда прям как дождь. Всё мокрое. Забыла с собой шапку взять. Ох, вот так вот грустно у нас в Москве. Ещё раз всем привет. Мы только что приехали домой. Я переодела и завязала себе, вернее, сделала себе домашнюю прическу. Решила вам показать свой уход за лицом. Потому что многие меня спрашивали, что у меня появилось нового и чем я на данный момент пользуюсь. И сейчас я вам всё это покажу. На данный момент у меня полностью весь уход от Марины Казариной. Как вы, наверное, поняли по названию. Это русский бренд уходовой косметики. Я очень рада была его попробовать. Потому что я всегда поддерживаю российского производителя. Я уверена, что наши могут не хуже сдавать косметику, чем, например, американцы те же самые. И на самом деле у меня очень давно не было такого единого ухода. Как правило, у меня, допустим, пенка от одного бренда, крем и тоник от другого и так далее. То есть, наверное, последний раз такой единый уход у меня был года два или три тому назад. И я снимала видео. Это косметика Andalone Naturals. И тогда мне всё идеально подошло. Я была довольна. Затем начала пробовать какие-то другие бренды. И как-то не пошло у меня. И вот я начала пользоваться именно такими разными всегда средствами от разных брендов. Но в этот раз у меня всё одного бренда от Марины Казариной. Давайте начнём по порядку. А, хотела ещё сказать то, что у меня весь уход для комбинированной кожи. Почему для комбинированной? Потому что я начала им пользоваться где-то около двух месяцев тому назад. И тогда ещё такая погода была более-менее тёплая. И я всё-таки решила для комбинированной кожи взять уход. Давайте начнём по порядку. Первое – это, конечно же, умывание. На данный момент я умываюсь гидрофильным маслом. И это просто мой фаворит. У меня осталось тут буквально, я не знаю, на пару умываний, не больше. И это просто обалденное масло. Если честно, масла я совершенно не люблю. У меня были несколько, наверное, два или три разных масла. И не пошли они у меня совершенно. Это масло сделано в виде такого жирненького крема для лица. То есть вы сначала его наносите на сухое лицо. Затем добавляете немного водички. Всё это хорошо распределяете по лицу. И затем смываете всё это водой. И лицо становится просто идеально чистым. В то же время мне нравится то, что это масло увлажняет кожу. То есть это масло отлично подойдёт на осень, на зиму, когда именно такая ужасная погода на улице. Очень крутое масло. Прям его советую больше всех. Эта косметика очень мало хранится. Это, конечно же, говорит о её натуральности. Всего лишь три месяца, если вы, например, всё храните в своей ванной комнате. И пять месяцев, если вы будете хранить это масло, например, в холодильнике. Поэтому прям очень советую это масло. Мой фаворит однозначно. Далее, конечно же, идёт тоник. Я всегда его использую после умывания. Это обязательная ступень в моём уходе. У меня увлажняющий тоник. И, в принципе, хороший тоник, но ничего особенного я в нём не увидела. Поэтому прям советовать я вам его не могу. Мне кажется, любой тоник справится со своей задачей. Просто, скажем так, да, чистить лицо после умывания, увлажнить его. Он, конечно, хороший, но, мне кажется, тоники плюс-минус так все и работают. Далее идёт ночной крем. Как видите, он подходит для комбинированной кожи и также для чувствительной обезвоженной. Здесь всего лишь 30 миллилитров, поэтому мне хватило вот прям тютельку в тютельку на два месяца. У меня, может быть, там осталось на одно применение, не больше. Уже так плохо достаточно выдавливается у меня. И это мой фаворит. Однозначно я его использую не только ночью, но и днём, когда наношу макияж, как мне перед макияжем. Он сейчас очень подходит для моей кожи. Прям просто идеально. Он отлично увлажняет кожу, но в то же время он быстро впитывается. Его совершенно не ощущаешь на своём лице. То есть, как будто бы ты его не наносил, но кожа увлажнена. Она становится такой бархатистой, очень приятной на ощупь. И хочу, кстати, сказать, у меня очень долгое время был такой подкожный прыщичек на щеке. И он вообще у меня не проходил. Наверное, больше года он у меня был. И не знаю, совпадение это или нет, но после этого ухода он у меня пропал. Я не знаю, как так. Мне кажется, всё-таки от этого ухода. Далее идёт дневной крем. У него SPF 10. И для меня, на самом деле, это маловато. Я всё-таки привыкла пользоваться кремами, у которых SPF 20-25 хотя бы. Но я думаю, что на осень-зиму сойдёт. А вот на лето я всё-таки поискала бы что-то с более высокой защитой. Этот крем уже более такой лёгенький. Намного, я бы даже сказала, легче. Он быстро впитывается. Сказала ранее, я пользуюсь днём и дневным кремом вот этим вот и ночным. Комбинирую их постоянно. Допустим, если я понимаю, что у меня кожа нуждается в более таком насыщенном креме, питательном, то я пользуюсь ночным. Если понимаю, что нет, всё нормально, то пользуюсь дневным кремом. Хороший крем, тоже понравился. Не вызвал никаких у меня высыпаний, воспалений на лице. И последнее, это крем для века. К сожалению, он мне не очень подошёл. Вернее, как не подошёл, он всё-таки такой более лёгкий на лето. На осень-зиму я предпочитаю питательные кремы для такой деликатной области. То есть, он такой лёгенький и мне совершенно не хватает ни питания, ни увлажнения. Поэтому я всё-таки советую его больше на лето, весну. Если у вас комбинированная кожа, ближе даже, наверное, к жирной, то, возможно, вам будет и достаточно этого увлажнения. У меня всё-таки кожа больше такая нормальная, местами комбинированная и мне маловато этого питания. И обязательно, девчонки, оставляйте свои комментарии, кто пользовался этой косметикой, подошла она вам или нет. Потому что я очень мало встречала обзоров на этот бренд. Я думаю, что многим интересно будет почитать и узнать что-то новое. С полной уверенностью вам советую этот уход. Кто доверяет моим отзывам, моему мнению, кому подходили до этого мои уходы, прям очень-очень советую. Особенно вот это вот масло и крем ночной. Прям просто бомба. Мои любимые продукты сейчас.